Всем привет! Ну что у меня сегодня? Смотрите, есть вот такой замечательный двигатель. Он стоял там 10 лет практически на машине, никто с ним ничего не делал, очень сильно дымит. Если такое желание разобрать его, посмотреть, что же все-таки с ним внутри, распилить его под новую поршневую. Давайте сделаем стенд холодной обкатки двигателя. Посмотрим, как эта штука работает, насколько она полезна, либо она вообще бесполезна. И можем это все дело, естественно, мы узнать только в процессе всего этого изготовления и обкатки двигателя на холодную. В общем, давайте его переберем, поставим у него новую поршневую. Ну и, к примеру, сделаем замеры компрессии до обкатки и после обкатки, да и вообще посмотрим, насколько сложно сделать самому такой стенд и есть ли от него польза или нет. В общем, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Разобрали, значит, двигатель. Ну, видите, тут по блоку состояние у него какое. Вот так выглядит головка блока цилиндров. Ну, масло, похоже, в этом моторе действительно менялось крайне редко. Поршневая. Ну, шатуны внутри поршня – это тихий ужас. Кольца, особенно, обратите внимание, маслосъемные. Ну, их, скажем так, нету. Они отсутствуют, они давным-давно стерлись. Ну, это ладно. Нижники эти у нас и бегуля, и нижники шатунов – тоже все прям очень черное. В поддоне у нас здесь стружка. Здесь куча стружки, какие-то шайбы. Такие вот вещи тоже лежали в поддоне. Это остатки от успокоителя. Это, в принципе, так и должно было быть. Ну, единственное, что очень много нагара. Ну, кругом, кругом нагар, куда ни коснись. И понятно, что двигатель ездил очень долго. Значит, что? Ну, все понятно. В общем, у нас нормально. Мы стреляем спокойно в последний ремонт. Прям отлично. Поэтому давайте все это дело отмоем. Свозим все это дело, распилим. Купим новое поршневое, новые кольца. Ну, соберем стенд, поставим его на стенд. И будем обкатывать. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ребята, смотрите. Значит, блок у нас расточенный. Все хорошо. Фрезернули его маленечко сверху. Расточили, все под свой поршень, под каждый поршень отдельно, все хорошо. Ну и будем, значит, обкатывать его на холодную. Давайте-ка все это дело соберем, сделаем стенд, установим и начнем обкатывать. Погнали! Ну а смотрите, колено уложили, поршня все на месте, масляный приемник прикрутили. Почему? Потому что надо все это дело собрать как с масляным насосом, с приемником, соответственно, с поддоном, поставить сюда крышку обязательно, залить масло. И один такой небольшой момент, масляный насос должен вращаться для того, чтобы создавать давление и подавать масло. Соответственно, что? Пришлось сделать такую небольшую цепочку. Для чего? Для того, чтобы у нас крутился поросенок, грибок и, соответственно, весь момент передавался на масляный насос. В общем, ну, простой натяжитель старый был обрезан, пружинка прихвачена и все. И он все работает, видите, замечательно. Оборотов много не будет, поэтому вся эта конструкция, я думаю, на 107% отработает. Поэтому давайте-ка сейчас все это дело соберем, поставим на стенд. Двигатель, не двигатель, все дела. И начнем его крутить. Поехали! Двигатель, не двигатель, не двигатель. Так, ну что, ребят, смотрите, все у нас, ну, вышло, скажем так. Вот у нас стоит блок, ну, такой импровизированный стенд. Ну, на блоке у нас, понимаете, да, здесь все собрано. У нас и фильтр стоит, и масло мы уже туда залили. Так, у нас двигатель, ну, ребят, правда, двигателя большого не было. Ну, какой нашли, вот такой вот небольшой, но подключили его через частотник для того, чтобы регулировать обороты. Хотя, вы знаете, шкивы, видите, здесь у нас больше. Большой шкив стоит на коленоволу, на двигателе маленький. У нас так получился редуктор. То есть он понижает нам довольно-таки хорошо в два раза. Обороты у нас на моторе там 1300, 60. Ну, 60, это, конечно, да и вообще какой-то интересный мотор. Ну, ладно, какой был, как всегда, как в любом гараже. Значит, масло залили, все, залили, подключили манометр для того, чтобы смотреть давление масла. Видите, да, масляный канал, мы его заглушили. То есть у нас нету ГБЦ, соответственно, маслу идти некуда, поэтому мы его просто заткнули. Здесь скотч для того, чтобы с цепочки не брызгало. Ну, в принципе, в принципе, наверное, и все. Все подключено? Все нормально. Давай попробуем запустить его. Включай, включай. Так, включай. Ну, двигатель, правда, ребят, слабенький прям вообще. Ой, как он запел. Засвистел. Ух ты. Все, поехало дело. Самое главное было помочь ему чуть-чуть слегка стартануть, потому что в любом случае подлипает. Пока все еще новенькое. О, пошло дело. Все так, там на все. На все. Ага. Подожди, а вот здесь-то мы с тобой не посмотрели. Отвлеклись маленько. Так. Бары, бары, бары. Что получается у нас? Ой, масло потекло. Так. Ну-ка выключи его. Посмотрим, что у нас тут с давлением. Так, вот. Хорошо, что есть частотник. У нас плавный пуск. Плавный. О, о, о. Давление упало. Давай, давай, давай. Запускай. И посмотрим еще раз все это дело повнимательнее. Что у нас тут произойдет. Надо помочь ему. Ну, подержи. Сейчас я помогу маленько. О, отлично. А, ну, давление у нас поднимается сразу. Смотрите, прям же. Очень даже хорошо. Ну, скажем так. Железно у нас полтора точно есть. Даже, возможно, в районе двух. В районе двух бар у нас давление есть. Это хорошо. С учетом того, что оборотов не так много. Скажем. Ну, это холостые. Ну, понятно, что сейчас давление у нас не уходит в ГБЦ. Поэтому оно и повыше. То есть, естественно, если бы еще стояла бы головка блока цилиндров, распредвал, все дела, потеря была бы больше. Соответственно, давление было бы меньше. Но сейчас нам этого более чем достаточно. Для того, чтобы наши вкладыши чувствовали себя очень хорошо. Плюс сам поросенок, плюс грибок. Чтобы все это дело смазывалось. Соответственно, сейчас пускай он маленечко покатает. Ну, и я думаю, что мы в процессе вот этого катания увидим. В любом случае, какие-то цилиндры сейчас начнут как ни крути. Колечки, они не прикерты по самой плоскости цилиндра. Масло в любом случае у нас там разбрызгивается, потому что у нас давление есть. Ну, и какие-нибудь цилиндры сейчас начнут его поднимать. Это 100%. В общем, пускай он покатается. Ну, а мы посмотрим. Принесли тахометр. Ну, это так, ради спортивного интереса поверить, сколько оборотов все-таки у нас двигатель крутит. Это вот у нас все на максималках. На 50 Гц. Сколько там у нас? 666. Так, ну давай вообще вот так вот сарапнуть. Ой-ой-ой. Сейчас вообще ему прям будет сложно крутить. Сколько Гц? Сколько Гц? 75. Ну, 34, грубо говоря. 430 оборотов. Все отлично, все замечательно, все работает. Стоп. Пускай он остановится. Блин, масло у нас там с датчика бежит. Давай, наверное, такой уберем уже шланг. Мы, ну, прекрасно понимаем, что давление есть, поэтому можно его и убрать. Смотрите, что будет. Масло сливается. Слышно, как плюхается, это хорошо. И вот смотрите, о чем я вам говорил. Все цилиндры, смотрите на поршнях, сколько стало масла. Оно начало подниматься сюда с колоссальной скоростью. Но это о чем? Говорит о том, что разбрызгивается масло с коленвала, попадает на стенки цилиндра. И, соответственно, кольца пока еще полностью все масло, маслосъемное кольцо не снимает. Ну, и компрессионное, сами понимаете, оно масло хоть и подснимает, но совсем немножко. Все выходит наверх. И вот именно вот этот момент, когда мы собираем новый двигатель, заводим, ну, дымит, да? Помните, что у нас там допускается, что там двигатель поддымливает там первые там сколько-то километров. А поддымливает он ровно вот из-за этого, из-за того, что у нас масло попадает в камеру сгорания. Ну, в чем минус, сами должны прекрасно понимать. Когда масло у нас в камере сгорания, что происходит? Температура высокая, масло у нас горит, коксуется. Соответственно, весь этот продукт горения масло остается где у нас, конечно же, в кольцах. Между кольцом и поршнем. И что происходит? Кольца потихонечку, потихонечку... Канавка. Да. Потихонечку закоксовывается, вся вот эта канавка забивается и, соответственно, кольцо перестает крутиться, останавливается. Ну, это уже, конечно, да, это надо, чтобы масло сильно попадало. Но, в любом случае, продукты горения все останутся там. Ну, и, соответственно, ну, это неправильно. Ну, по крайней мере, я так считаю. Нам надо, чтобы здесь накаталось немножко зеркало, для того, чтобы кольца встали правильно. Чтобы масло, которое находится у нас в моторе, перестало подниматься сюда наверх. Ну, и после этого считается, что двигатель как бы готов к дальнейшей сборке и к запуску. Хочется как-нибудь попробовать сюда еще подключить воду или хотя бы просто ее туда залить, чтобы она была, чтобы теплоотводность была выше. То есть, в любом случае, у нас же блок чугунный. Все это чугунно. Здесь-то здесь ничего не греется, потому что через стенки пока температура до сюда дойдет. Но с водичкой, я думаю, все это будет происходить, скажем так, нагрев намного медленнее. Поэтому давайте сейчас мы что-нибудь придумаем, подключим сюда. Ну, включим его и будем катать. И вот ради просто спортивного интереса, интересно посмотреть, сколько на это уйдет времени. Как все это обкатается и вообще, как все это дело будет выглядеть. В какой момент, через сколько, скажем так, минут, часов, либо суток перестанет подниматься масло. Примерно, наверное, где-то как раз дня два дня. Ну, может быть, конечно, и день, не знаю. Надо смотреть по факту. В общем, давайте делаем охлаждение, запускаем. Ну, и подождем. На мониторе это будет так. А у нас дня два. Поехали. Ну что, ребят, смотрите, что у нас получилось. Ну, действительно, он поработал, блин, немало. Вот, честно, дня два. А, скорее всего, даже, наверное, еще и больше. И получается, что? Ну, постоянно же останавливали. В любом случае протирали, удаляли лишнее масло, чтобы вот здесь не было. То есть охлаждение, видите, да, все это подключено. Все хорошо было. Ну, естественно, катали без установки ГБЦ, чтобы все было визуально очень хорошо видно. Почему? Потому что у нас, ну, нет такого стенда, да, вот такого профессионального, где все это дело подключается. Вплоть там чуть ли не до расхода топлива можно все это посмотреть. Ну, ладно, мы катаем по-простому. Видели, очень сильно поднимало масло. Сейчас, ну, сейчас что? Ну, скажу вам честно, немножко его все равно еще поднимает. Ну, буквально здесь совсем работал он в течение где-то, наверное, получаса. Ну, и так вот по чуть-чуть еще поднимает. Поднимает, но это ерунда. Видно, что у нас на цилиндрах такое прям практически зеркало появляется. Нет, хонд, конечно, остается, он никуда не денется. Мы-то не надо было катать его так, чтобы его убрать. Хонд должен остаться в любом случае. И получается, что раз масло уже у нас не поднимает, соответственно, все у нас трущиеся элементы притерлись. И тут, как ни крути, ресурс двигателя увеличивается, ну, действительно, в разы. Почему? Потому что оно не грелось, не коксовалось. Все это каталось на холодную. Зеркало получилось неплохое в выработке. Ну, конечно же, нету. Откуда бы она взялась? Да, не быстро, зато качественно. Поэтому что? Ну, давайте мы сейчас сделаем еще что. Поставим сейчас сюда ГБЦ. Отрегулируем клапана. Стартер, все дела. И сделаем замер компрессии. Для чего? Для того, чтобы нам было уже полностью понятно, что произошло с двигателем. То есть, насколько качественно у нас все-таки это получилось. Ну, и узнаем, насколько хорошо все это дело получилось. И насколько нам помогла, то есть, вот такая вот капиталка мотора. С такой вот обкаткой. Здесь у нас самое главное, какая позиция такая, чтобы у нас компрессия была, скажем так, ровная. То есть, ну, одинаковая во всех цилиндрах. Ну, соберем, не замерим. Заодно наглядно все это дело увидим. В общем, собираем мотор дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, смотрите, моторчик мы собрали. Все нормально, все хорошо. Крышку не стали прикручивать. Не стали прикручивать? Не стали. Клапана отрегулированы. Все здорово. Замечательно. Ну, и теперь самый такой интересный момент. Конечно же, надо что сделать? Надо померить компрессию. Ну, в принципе, для этого мы все, в принципе, и затевали. Эть, ну-ка, давай. Ну, в общем, все отлично. Здесь у нас почти 12. То есть, там, 11.8, наверное. Я думаю, что... Ну, можно, наверное, будет себе позволить это округлить до 12, да? Ну, ладно, напишем 11.8. Так, давайте посмотрим, что у нас в третьем. Поехали. Слушай, у нас просто сломался тот компрессометр, который вкручивался. Поэтому теперь так и будем мучиться. Не могу удержать. Давай. Хороший, хороший. Ну, что? Ну, здесь практически то же самое. Прямо. Чуть-чуть-чуть меньше. Так. Второй. Поехали. Видите? Что значит? А ты фокус наводил? Ну, здесь у нас... Ну, тоже где-то 11.8. Все в порядке. Так, ну и первый. Поехали. Да, 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 идите. Мне получилось очень даже хорошо. То есть, ну, все в порядке, все замечательно. Ну, вот, ребята, смотрите, что у нас получилось. В принципе, это прям очень даже неплохо. Понятно, что после запуска, возможно, слегка все это дело изменится. Ну, хотя вроде и вытирали, там же масла у нас абсолютно минимум. То есть, цилиндры протерлись, плюс еще обезжиривали, где-то что-то попадало, все равно вытирали. Оно осталось, конечно же, на стенках цилиндра, но не в таком количестве, чтобы там оно было ого-го, и чтобы у нас там прям так вот компрессия завысилась. Но получилось все довольно-таки ровненько, довольно-таки неплохо. Есть, конечно, небольшая разница, но она, скажем так, минимальная совсем прям чуть-чуть. Это прям даже, можно сказать, абсолютно идеально. В общем, получилась такая вот очень даже интересная история. Смотрите, с помощью вот такого небольшого двигателя, но у нас он действительно небольшой, поэтому мы все это дело так и проделали. Двигатель, ремешок, ну и вот у нас частотный преобразователь, который меняет частоту, соответственно, меняет обороты. Но можно обойтись и без него. Ничего страшного, посчитать редукцию это абсолютно несложно. И все это дело у нас получилось. И вот вы видите, да, сейчас на данном этапе у нас компрессия составляет почти 12 килограмм в каждом цилиндре. Блин, это прям очень даже замечательно. Причем при такой холодной обкатке, как вы сами понимаете, вот это масло, которое поднималось, оно, соответственно, не закоксовывалось в кольцах, ни на клапанах, нигде. И, соответственно, ресурс двигателя, ребят, действительно увеличивается. Потому что, ну, горячая обкатка приводит к чему? К тому, что все вот это горящее, сгорающее масло, которое попадает туда, остается в канавках для колец. И, соответственно, кольца начинают меньше шевелиться. Естественно, увеличивается из-за этого износ. Ну, и, соответственно, ресурс двигателя в разы уменьшается. А, в общем, рекомендую, используйте при сборке вот такие вещи. Действительно, ну, это очень правильная штука, придумана очень давно. Почему отказывается, не знаю. По факту все работает очень офигенно и собирается элементарно. Поэтому, ребят, вот такой вот маленький стенд можно собрать в любой гараже. Прям в любом гараже это можно сделать. Все это дело прикатывается и очень даже хорошо, видели, появляется у нас уже зеркало. Все замечательно. Хон остается, масло все меньше и меньше и меньше поднимается, соответственно. И компрессия, соответственно, стала лучше, потому что если после росточки собрать, то такого сразу же мы не добьемся. И, соответственно, двигатель будет устойчиво работать. В общем, кругом одни плюсы. Поэтому, ребят, собирайте, обкатывайте, делайте. Ездите дольше, увеличивайте ресурсы своим мотором. А у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все. Пока.